Что делать? Этим вопросом задались жители целой улицы в Иркутске. У них демонтировали единственную на всю округу колонку. При том, что многие дома поблизости без водопровода. Позже и вовсе выяснилось, что засуха вынужденная, ведь вода в колонке небезопасна. Как это обнаружили, расскажем далее. Когда колонка выглядит вот так, у жителей частного сектора начинается беспокойство. Особенно у тех, кто не имеет летнего водопровода. Таких на улице Молдавской в Иркутске почти десяток семей. Вечером колонка работала. Утром уже встаем мы на работу. Конечно, у нас огород воды нет. Утром мимо проходим. Ни носика нет, ни ручки нет. Никто никакого предупреждения. Не предупреждали, что воду отключат. Теперь мы без водопровода. А если еще и колонку уберут, мы вообще здесь. Домов 8 точно на водоколонке пользуются. У всех огород. Не для огорода, а для спортплощадки. Этот привозной грунт. Возможно, именно с него вместе с осадками в колонку могла проникнуть грязь. И соответствие влаги питьевым стандартам обнаружили специалисты водоканала. И отключили систему, чтобы проверить ее на герметичность и обеззаразить почву вокруг. На это ушли сутки. А вообще срок проведения таких мероприятий зависит от причины загрязнения. В Иркутске бывали случаи, когда виноватыми оказывались любители бесплатной воды. Приезжают, отбирают воду в емкости. Соответственно, присоединение идет рукавами, где эти рукава находятся и все остальное. Либо какие-либо, если есть внешние попадания, это происходит, когда большой уровень воды за счет дождей, проникновения. Но этого не должно быть. Отбор воды в системе водоснабжения у нас происходит ежедневно. Начиная, где забор осуществляется, водоснабжение и конечный потребитель. Потребителю должна быть доставлена безопасная вода. Ее химический состав и микробиологию определяют исключительно в лаборатории. Объем работы большой. Количество колонок в Иркутске приближается к шести сотням. Из-за застройки пригородов частными домами это число и дальше растет. Один из способов обезопасить колонки – ограничить круг пользователей. Например, с помощью электронного ключа. Его выдадут только тем, кто согласен платить за ресурс. Один такой антивандальный источник в Иркутске уже есть. В ближайшем будущем появятся еще десять. А если они покажут себя с лучшей стороны, обычных колонок в городе может и вовсе не остаться. Юлия Ашенко, Рюклада Рыбакова, Виктор Черкашин. Новости по будням.